МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. В Михайловском районе вторые сутки борются с огнем. Угрожает ли населенным пунктам большой пожар? Здесь нет майонеза вообще, здесь нет уксуса. Теперь он пробовал все. Британский шоумен и ведущий программы «Поедем, поедим» Джон Уоррен попробовал блюда в школьной столовой. Торопитесь испечь вкусную и благодатную Пасху с секретами производства делятся на церковной кухне. Вторые сутки тушат пожар в Михайловском районе. Там горят поля и лес, и линия огня находится неподалеку от населенного пункта. По информации на утро сегодняшнего дня, возгорание локализовано. Тушат огонь 135 пожарных и 74 единицы техники. По сообщению главы Михайловского района Евгения Юрьева, этим утром на участке возгорания тяжелая техника прокладывала просеки. Кроме того, ликвидируют огонь с помощью пожарного поезда. Ранее в информационном центре района писали, что существует угроза селам Неводное, Николаевка, Бастан и часть райцента Михайловская. Накануне вечером жители этих пунктов даже предупреждали о возможной эвакуации. На месте работают специалисты Бороблянского лесхоза, Алтайлеса, МЧС. Информацию оперативно докладывают губернатору Виктору Томенко. По предварительной версии, огонь в район пришел из приграничного Казахстана. Бывший сотрудник Комитета по дорожному хозяйству Барнаула признан виновным в получении взятки. По данным следствия, с 2020 по 2022 годы чиновник брал деньги от людей, которые оказывают услуги по грузоперевозкам. Следователи озвучивают сумму взятки в размере более 90 тысяч рублей. Денежные средства предназначались за оформление и выдачу должностным лицом грузоперевозчикам в ускоренном порядке специальных разрешений на движение по дорогам города и транспортных средств, а также за лояльное отношение к проверяемым документам. Преступление выявили сотрудники ФСБ. Суд признал подсудимого виновным в совершении коррупционной схемы и назначил наказание. Штраф в размере полутора миллионов рублей и лишение права занимать должность в госорганах на протяжении трех лет. Насколько тот или иной нормативный акт, который рассматривают депутаты Барнаульской городской думы, правомерен? Нет ли в нем коррупционной составляющей? Эти и другие вопросы отныне будут решаться в тесном контакте с прокуратурой города. Барнаульская городская дума подписала двустороннее соглашение с ведомством. Подробности в сюжете. В тесной связи с прокуратурой депутаты работают давно. Еще в 2007 году было подписано трехстороннее соглашение. Третьей стороной выступала администрация города. Теперь сотрудничество будет еще более тесным и плодотворным. Нам бы хотелось выстроить такие взаимоотношения, чтобы с одной стороны мы говорим о необходимости принять профессиональных, грамотных решений, а с другой стороны мы бы хотели разработать механизмы взаимодействия и работать уже с прокуратурой на стадии разработки проекта документа, чтобы выверить, скажем, он соответствовал всем нормам закона. Все-таки юридический акт мы принимаем, и соответственно нам нужна, конечно, помощь прокуратуры, потому что это специалисты в области права, это люди, которые глубоко владеют, знают практику, в том числе и судебную и так далее. В соглашении прописали и сроки рассмотрения прокуратурой документов. Обычно это 10 дней. Теперь, если появляется необходимость рассмотреть и принять их в срочном порядке, отведут два дня. То взаимодействие, которое у нас выстроено, и вот оно подкрепленное уже сегодняшним соглашением, которое мы, надеюсь, подпишем, оно только усилит наши совместные позиции в этом направлении и принесет пользу, прежде всего, для кого мы принимаем законы, для наших жителей. Интерес к соглашению, безусловно, взаимовыгодный. Сотрудники прокуратуры со своей стороны будут участвовать и в заседаниях комитетов Думы, проверять, не противоречат ли нормативные депутатские акты действующему законодательству, предлагать свои мероприятия в депутатский план правотворческой деятельности. Соглашение подписали в присутствии большинства депутатов городской думы. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. 19 тысяч вакансий против 12 тысяч безработных. Спрос явно выше предложения. Рынок труда в Барнауле можно было прощупать сегодня на ежегодной ярмарке вакансий. Какие профессии востребованы и какую зарплату ждутся искатели и дождутся ли? Дмитрий Дроздов продолжит. Это приемлемые суммы для студентов. На ежегодную ярмарку вакансий молодежь пришла скорее любопытство ради парня и девушки. Рассматривали стенды, общались с представителями предприятий. 250 компаний на одной площадке. 5 тысяч вакансий. От них против полутора тысяч пришедших на ярмарку. Специалисты Краевого управления по труду и занятости подчеркивают, что размер зарплаты понятие растяжимое. Заработная плата, которую предлагают работодатели, она существенно варьируется. И прежде всего зависит от требований к соискателю, к его уровню образования, стажу, к предлагаемым условиям труда. По одной и той же профессии заработная плата может существенно отличаться. Например, по профессии токаря, электрогазосварщика заработная плата предлагается до 90 тысяч рублей. Работодатели по профессии швея предлагают от 20 до 65 тысяч рублей на сегодняшний день. Упор на рабочие профессии неспроста. По данным ведомства, дефицит именно этой категории сейчас наиболее ощутим. Требуются агрономы, инженеры, кассиры, электромонтеры, сварщики и трактористы. Этих вакансий только на ярмарке больше 150. Работодатели признаются, что современные соискатели хотят все и сразу. Работать меньше, получать больше. Не все компании могут это предложить. Но взамен готовы предоставить свои плюшки. Например, упаковщик с зарплатой 30 тысяч и с дополнительными бонусами. Бесплатное питание столовой за счет организации у нас на территории завода столовая. Плюс еще мы оплачиваем прохождение санитарной медицинской книжки. То есть здесь не надо вам за это оплачивать, что-то ждать. Мы направляем, выписываем направление. Плюс еще различные социальные льготы, отпуск как положен, доплаты все. Такая тенденция отмечается с прошлого года. В среднем на 8 соискателей приходится 10 вакансий. Еще одна тенденция последнего года – рост востребованности пожилых специалистов. Если раньше их провожали на пенсию, сейчас задерживают или набирают новых специалистов 50+. Работодатели и в этом находят свои плюсы. Готовы идти им навстречу, давать гибкий график работы, лишь бы все-таки получить эти рабочие руки. Поэтому тут абсолютно нормальная ситуация. К тому же вот эти люди в возрасте, как опытные работники, они могут непосредственно быть задействованы на производстве не как те же станочники, а как наставники для вновь принятых. На учете службе занятости больше 12 тысяч безработных. А работодателям требуется 19 тысяч сотрудников. И каждое предприятие старается завлечь к себе индивидуально. По статистике управления по труду на ярмарке вакансий каждый четвертый находит свою работу. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Жильцы печально известного дома, который никак не хотели признавать аварийным, наконец добились расселения. Барнаульцам уже выделили средства на новые квадраты. Про опасный дом на потоке и его обитатели мы неоднократно рассказывали в рамках новостей и коммунального патруля. После серии репортажей и судебных разбирательств власти поняли, что в доме все-таки жить нельзя. Подробнее о борьбе длиной в несколько лет и безоговорочной победе жителей расскажет Валентина Аскерова. Страшно находиться. Они даже не собирались выселять людей из данного жилья. Не хотели, но пришлось. На этом диване, в этой квартире и в этом доме больше ночевать не будут. А значит и рисковать своей жизнью, здоровьем. Люди наконец добились расселения из опасного жилья. Ветхую двухэтажку пытались чинить. Несколько лет назад на доме провели капитальный ремонт. Обшили сайдингом, заменили крышу, потолочное перекрытие. В процессе ремонта штукатурка кусками летела с потолков. Едва не покалечила одну из жителей, Светлану Изотову. Мы об этом рассказывали в программе «Коммунальный патруль». Я стояла вот здесь, и когда это все рухнуло, я просто вот тут упала. Я приземлилась на попу. Жильцы неоднократно просили властей зданию, цитата, не красить губы, а сносить его. Ведь износ, по их словам, приближался к 80%. Суд также встал на сторону жителей. Очень многие уже получили денежные средства на приобретение жилья. Теперь у меня квартира в центре, 10 минут ходьбы до площади октября. Эмоции только положительные. Квартира у меня второй этаж, двухкомнатная с балконом. Все, что я хотела. Сколько назначили, столько и получу. Сумма уже известна? Да, 300. Ну, однокомнатную квартиру можно купить, а двух-то я, конечно, не куплю. Вас устраивает то, что не получится равноценное жилье купить? Ну, что сделаешь. А между тем, по разным источникам, на капитальный ремонт дома ушло около 5 миллионов рублей. По сути, еще одна новая квартира, которая бы пригодилась еще одному жителю аварийного дома. Почему пришлось затягивать историю с расселением, остается большой вопрос. Тем более, что от свежего ремонта скоро не останется и следа. Его ждет участь близлежащих домов, которые в нашей округе уже снесли. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Гречка, котлета и блин. Деликатесов в меню школьников нет. Однако это не отпугивает знаменитого британского шоумена и бывшего ведущего программы «Поедем поедим» Джона Орена. Сегодня он посетил 112-й Барнаульский лицей и пообедал вместе со школьниками. Чем его так удивила еда, узнавал Данил Кузнецов. Обычная ситуация в столовой Барнаульской школы во время перемены. У кассы ученики, преподавательский состав и Джон Уоррен, знаменитый британский шоумен. Но попробовав еды со всего света, он наконец добрался и до обыденной пищи. Есть ли куриная котлетка? Куриная. Все прекрасно. В Барнаул Джон прилетел, чтобы провести концерт британской музыки. Среди ее ценителей оказался Сергей Косых, директор комбината школьного питания «Глобус». Стало ему интересно посмотреть и попробовать, что именно кушают дети нашего города. И вообще, чтобы понять, что происходит в России со школьным питанием. Вот так вот поговорили, сказали, Джон, выбирай любую школу, чтобы было честно. Он вот так вот пальцем совпало. Кормили Уоррена тем же, что и учеников. Куриная котлета с гречкой, блин и компот. От праздничного кулича отказался, не любит сладкое. Зато от фирменного школьного соуса был в восторге. Здесь нет майонеза вообще, здесь нет уксуса. Ученики не смогли пройти мимо звезды мирового масштаба и пообщались с гостем на его родном языке. А позже Джон и сам делился воспоминаниями о британских школах 80-х. Когда одни мальчики, тебе надо быстро есть, иначе твои вот сидят. Поэтому это как быстро там надо как-то... Еда гостю понравилась. А с балансированностью школьного питания шоумен поставил высшую оценку. Я очень рад, что все, что можно пить здесь, это компот или чай. Нету вот этих там газировок там и так. Господи. Они... Знаешь, мне кажется, что вот мы как родители, и мы все когда-нибудь бывают родители, мы пытаемся защищать наших детей от этих ужасов, понимая, что рано или поздно мы не сможем их защищать, и они все равно попадут туда, и все равно это будут есть и пить. Джон провел почти 300 выпусков кулинарного шоу «Поедем, поедим» и попробовал все кухни земного шара. Но барнаульскую еду он запомнит надолго. Ведь не каждый день обедаешь в одной из школьных столовых столицы мира. Данила Кузнецова, Дмитрий Денисов. День с толком. Уже этим вечером в Алтайском крае существенно похолодает. Температура опустится до ноля. В регионы Сибири на несколько дней вернется кратковременная зима. Например, в Томске сегодня вновь ходили по сугробам. Вот так. А тебе все весной, весной пахнет. Слышишь, снег скрипит. В Томской области морозы могут опуститься до минус 20 градусов, а в Красноярске до минус 30. В Алтайском крае, к счастью, похолодание будет не таким существенным до минус 10. На территории региона ожидается мокрый снег, по утрам гололедится. Поэтому будьте осторожны на дорогах и внимательно изучите прогноз перед дальними поездками. Уже в воскресенье православные верующие отметят великий праздник – Пасху. К этому дню по традиции принято расписывать яйца и готовить куличи. Нашей съемочной группе удалось побывать на церковной кухне и лично увидеть весь процесс с секретным ингредиентом. По всем традициям уже 8 лет эти мастерицы кухонного ремесла усердно готовят главное блюдо Пасхи – куличи. Рецепт – стандартное молоко, дрожжи, яйца, мука, изюм. Но есть у этих куличей особенность. Молитва. Вот это особенное. Ну а если какие-то наши фишечки, секретики, то мы их никому не рассказываем. Но они есть. Ну они есть, конечно, они есть. Но самое главное, знаете, самый главный секрет – это молитва. Это молитва и Божья помощь. Молитву каждый выбирает сам. Здесь важен незаучный текст, слова, идущие от души. Сейчас кулич приправлен молитвой. Теперь нужно правильно рассчитать пропорции сахара, муки и масла. И тесто отправляют в печь. Потом кулич вылеживается, выстаивается. То есть до следующего утра они будут стоять просто, будут отдавать лишнюю влажность. После в дело вступают мастера росписи. Они покрывают кулич глазурью и наносят надпись «Христос воскресе». Порядка 500-550 куличей мы выпечем. Куличи, приготовленные в храме Иоанна Богослова, пойдут на прилавок церковной лавки. Но повторить рецепт дома сможет каждая хозяйка. А уже в это воскресенье барнаульцев в храме ждут встречать светлый праздник Пасхи. Богослужение начнется в полночь. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. В Алтайском музыкальном театре премьера спектакля «Веселая вдова». По словам режиссера-постановщика Татьяны Столбовской, это жемчужные опереты. Вся труппа старалась передать классическое произведение в вокале, движениях, словах. Сохранить каноны, но при этом не заставить зрителя скучать. Очень много юмора. И перевести его как-то в сегодняшний день. Не сделать его таким, знаете, нафталиновым, каким-то... Как будто бы вот это сейчас происходит с людьми, а не с кем-то когда-то давным-давно. Спектакль переносит зрителя в Париж, когда в руках вдовы оказывается государственный бюджет одной из европейских стран. Женщина хочет связать себя узами брака с иностранцем, но это грозит дефолтом для ее страны. Зачем, зачем какие-то иностранцы, раз он назвал о своих отечественных роликах. Для режиссера Татьяны Столбовской это первый опыт работы над классическим произведением. Кроме диалогов и юмора, постаралась, пришлось и над костюмами. Каждый персонаж переодевается несколько раз за спектакль. К слову, эту постановку ставили на барнаульской сцене в 1990 году. А в целом это пятая за историю музыкального театра «Веселая вдова». Премьерные спектакли пройдут сегодня, в субботу и воскресенье. На этом у меня все. Спасибо, что остаетесь с нами. Я напомню, телефон редакции 205-545. Далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...